Добрый день, дорогие друзья! С нами на связи Борис Юрьевич Когарлицкий из Иркутска. Хотим получить первый комментарий, Борис Юрьевич, как у вас по региону и комментарий в целом по итогам сегодня уже голосования по России. Ну, вообще все достаточно противоречиво. По региону мы тут считаем, что неплохо все получилось. Потому что по Иркутску чуть-чуть улучшили результат по сравнению с 2016 годом. Не радикально, но улучшили. Но зато по двум другим регионам, которые входят в территориальную группу, где баллокировалась команда Левченко, если можно так выразиться, результат просто блестящий. Потому что в Магаданской области в два раза увеличился результат КПРФ. И опять же, я прекрасно помню разговоры с товарищами в Магадане. Они не ждали такого успеха. То есть, когда они сказали, что для нас 20% это предел мечтаний, сложившиеся ситуации, но все-таки там довольно трудное у них положение. И вот вам предел мечтаний достигнут. Вот вам 20% они есть. То есть, люди достигли своего предела мечтаний. Это замечательно совершенно. А Якутия это вообще сенсация, потому что в Якутии КПРФ тоже была довольно слабой. Она проигрывала справедливой России. Мы знаем и в любом случае очень сильно отставала. Вот. Единая Россия тут вдруг раз, Якутская КПРФ вышла на первое место 35%, причем при довольно высокой явке. Что интересно. И, кроме того, они избрали своего кандидата Амосова по одномандатному округу, подтеснив, кстати, довольно популярного и известного там политика от справедливой России Федор Тумусова, который, в общем, считался там, в общем, долгое время фаворитом. То есть, неожиданный и достаточно масштабный успех. То есть, теперь КПРФ первая партия Якутии. И надо сказать, что, вообще-то говоря, все-таки именно на востоке страны такие результаты, потому что в Хабаровске, где вот мы все время говорим, что Дегтярев удержал свою позицию, остался губернатором, как мы знаем, вернее, в Рио стал полноценным губернатором, но при этом КПРФ на небольшой все-таки процент, но пошла именно Россию. То есть, в общем, эта регион, где тоже победила именно КПРФ. Хотя, повторяю, в целом на губернаторских выборах, конечно, власть одержала победу, ожидаемую, кстати, потому что все-таки оппозиция выдохлась. Ну, я, кстати, скажу больше, если бы не раскол в КПРФ, который там случился в прошлом году, когда, в общем, две группы, условно говоря, между собой не поделили власть партии, ну, и, кстати, тактику не поделили, то есть, более умеренная группа Петра Перевезенцева вытеснила более радикальную команду Максима Кукушкина, который ушел к Шевченко в РПСС, Российскую партию, с Побода и Справедливостью, ну, и там проиграл выбор, естественно, как вы понимаете, в этом контексте. То, наверное, результаты КПРФ были бы выше. То есть, если бы вот эти две группы между собой не поссорились, не раскололись, то, наверное, мы бы сейчас видели бы в Абаровске, в общем, наверное, другой результат. Но так или иначе, так или иначе, но, в общем, восток страны показывает хорошие результаты для оппозиции, хорошие результаты для левых, хорошие результаты для КПРФ. А что касается страны в целом, то, к сожалению, все очень предсказуемо, потому что в целом по России мы видим все-таки, во-первых, гораздо больше масштаб фальсификаций, чем на востоке, в Сибири, на Дальнем Востоке точнее. Кстати, фальсификации там тоже были, как вы прекрасно понимаете, но почему-то, чем дальше на запад, тем лучше и хуже все становится. То есть, это очень печально, но это так. Кроме того, мы видим, что на востоке страны власть, ну, где-то довольно легко уступает некоторой позиции, потому что все-таки они понимают, что даже если оппозиционные партии наберут больше голосов на востоке, это не решит ситуацию в Госдуме, поскольку все-таки самое большое количество голосов и мест дают регионы Европейской России, в том числе, кстати, Москва и Питер. И вот здесь, конечно, начинается бой не на жизнь, а на смерть, потому что мы видим, что сейчас творится в Москве. Вот до сих пор, кстати, пока мы с вами разговариваем, я не знаю последних результатов, я разговаривал по телефону с Мишей Лобановым, кандидатом от КПРФ, независимым Левом, которого я очень высоко ценю и, в общем, считаю в этом мире своим учеником. И вот они примерно 10 тысяч голосов опережают своего соперника от Европейской России, но если сейчас придет электронное голосование, и если оно будет, как мы ожидаем, политифицировано, то власть запросто может это переиграть. И, в общем-то, ситуация очень хорошая получается, конечно, на том. Поэтому я думаю, что и протесты в какой-то мере неизбежны. В какой форме, это другой вопрос, но выборы ничего не решили. Это так и надо было ждать. Они не должны и не могли ничего решить, но они многие показали. Выборы ничего не решили, но многие показали. Потому что, во-первых, они все-таки показали, что страна хочет перемен и не хочет мириться с тем, что есть. И даже при сложившихся обстоятельствах, при институциональной фальсификации, как я подчеркиваю, то есть когда фальсификация выборов просто внесена фактически как часть процессов предвыборного законодательства. То есть предвыборное законодательство специально составлено для облегчения фальсификации. Даже в условиях административного нажима, даже в условиях неравенства шансов, даже в условиях, когда большая часть, сколько-нибудь привлекательных кандидатов не была зарегистрирована или была снята с выборов. Тем не менее, как выясняется, можно давать бой и можно даже в каких-то случаях выигрывать. И это очень важный урок. И можно сказать, что выборы, как в кривом зеркале, отразили реальные процессы подходящие в обществе. То есть именно кривое зеркало, потому что никого другому зеркалу нам не дадут сейчас. Но хоть бы в кривом, но все равно хоть что-то отразилось. Поэтому, еще раз говорю, выборы, с одной стороны, ничего не решили, но показали, что страна созрела для перемен, и что эти перемены уже неизбежны. К сожалению, я думаю, что они пройдут не через выборы, а каким-то другим путем. Но выборы свою роль в этом процессе сыграли уже. И в общем, дальнейшие события тоже можно предсказать, потому что, так или иначе, в Думу пройдет несколько серьезных принципиальных депутатов от оппозиции. Тут даже не важно, в каких партии. Ну, прежде всего, конечно, это будет КПРФ. Но, в любом случае, в Думе будет хотя бы несколько депутатов, которые будут реально бороться, реально отставить свои позиции. И уже это, мне кажется, изменит обстановку. Если не в Думе, то вокруг Думы. Борис Юрьевич, совершенно точно Вы отметили, что выборы показали определенный результат. Как известно, многие с этим согласны, что у нас один избиратель, один единственный, он сидит за Кремлевской стеной, он один принимает решение. Покажет ли ему объективную картину этих выборов, на Ваш взгляд? Ну, как раз получилась для него неприятная история, для этого главного или единственного избирателя. То выяснилось, что он все-таки может и главный, но не единственный. Вот это главный и неприятный урок, который он получил. Да, Вы за Кремлевской стеной, Вы крутые, Вы очень важные, от Вас все зависит, но Вы видите, что зависит все-таки не все, а есть какие-то вещи, которыми Вы не можете управлять. В частности, Вы не можете управлять мнением всех 140 с лишним миллионов людей в России. И это неприятный для них сюрприз, потому что они же все, как говорят по-английски, control freaks, да, вот, безумцы контроля, да, маньяки контроля. Они хотят контролировать все, все это малейшие детали, и каждый раз получается неприятная история, что все нельзя контролировать. Что-то не контролируется и вырывается, и они будут пытаться исправлять и так далее. Сейчас очень интересно, как себя будет вести администрация президента и команда Кириенко, потому что у них были определенные планы по итогам выборов. Эти планы, не скажу, чтобы сорваны, но сейчас им придется эти планы как-то корректировать. Опять же, интересно, будут они их, что называется, продавливать любой ценой, скажут, ну, в конце концов, ладно, там не все получилось, но мы все равно дожмем, мы все делаем, как хотим. Или они будут переосмысливать свои планы, чтобы... ...планируют и так далее. Но есть еще одна вещь, что, конечно, для того, чтобы какой-то общественно-социальный и политический компромисс достигнуть в обществе, надо было это начинать делать раньше. Сейчас, пожалуй, точка неназврата уже пройдена. То есть уже, что называется, путем каких-то компромиссных частичных реформ без серьезных, может быть, даже и встрясок. Существуют ли факторы на сегодняшний день, на данный момент, которые могут удержать власть от вброса данных электронного голосования? От корректировки какой-то значительной? Ну, честно сказать, это самое интересное, понимаете? Вот вы меня спрашиваете. Понимаете, вот это вопрос, который, может быть, осуществляет так. Считаете ли вы Кириенко и его окружение совершенно безответственными идиотами или не считаете? Вот вопрос можно так сформулировать, понимаете? Знаете, я колеблюсь. Но по результатам их деятельности мы как раз это увидим. Потому что, если они сейчас пойдут в пути массивного и, что называется, агрессивного вброса результата в Москве через электронное голосование, то ответ на этот вопрос будет «да», «да», считаю. А если они как-то образумятся, ну, значит, они не совсем безнадежны. Но беда в том, что время уже, повторю, упущено. В тот момент, когда можно было компромиссно как-то вот гладенько вырулить, на это время ушло. И, понимаете, ну как, опять же, хотят ли они спровоцировать волнение в Москве? Вот, повторю, тут еще очень важный момент. Я не говорю, что волнения будут, да? Сейчас не одиннадцатый год. Люди изменились, обстановка изменилась. Но тут другой вопрос. Сама власть. Хочет она провоцировать или нет? То есть, провоцировать удачно или неудачно, другой вопрос. Они вот, если сейчас пойдут по пути массивного и агрессивного вброса, то они будут действовать провокационно. Как реагировать общество будет на эту провокацию? Другой вопрос. Кстати, может быть, это довольно тоже агрессивно. Но этого мы знать не можем. Но сейчас, что называется, шарик на их стороне. Они вот пойдут или нет, обратите внимание, они уже застряли. Видите, они никак не могут подвести итоги электронного голосования. Ну что у них? Вдруг разом все компьютеры, что ли, сели? Что у них там накрылись все, не знаю, сервера или что произошло? Ну почему? Что у них нет хороших компьютеров? Да не в этом дело совершенно. Я так думаю, что они сейчас сидят как раз в это самое время, пока мы тут с вами разговариваем. Идет какое-нибудь заседание в администрации. Одни говорят, да мы сейчас доживем, да мы сейчас вбросим 2 миллиона голосов. Все будет как надо. И все у нас нормально. И вообще всех задавим и задушим. И говорят, ой, ну не надо. Может, не всех задушим. Может, через одного. Может, не каждый душит. А может, не до конца будем душить. А может быть, так гуманненько подушим. И вот они сейчас спорят на эту тему. Еще может какой-нибудь там диссидент выйдет, скажет, а может, вообще душить не надо. Ну, скажет, да это совсем уже, не знаю, свалился. Но, в общем, какая-то такая дискуссия там, мы их видим, сейчас идет. Последуют ли кадровые решения после вот этих так называемых выборов? Ну, какие кадровые решения? У нас же все всегда замечательно. То есть, снять кого-то после провала работы, значит, признать факт провала работы. А российская элита после того, что факт провала работы, даже если он очевиден, все равно никто не признает. За слогу даже, да? Да, ну, да все что угодно. Ну, даже все видят, что полный провал, скажут, да нет, какой провал, нормально. Все у них в порядке. А потом из-под тишка так тихонечко переведут, там, не знаю, послом на остров Фиджи куда-нибудь. К людоедам желательно. Так вот, и бедные людоеды будут вынуждены сесть на диету, потому что это они есть не захотят потом. Вот. Но в любом случае, я думаю, что сейчас немедленных корректировок не будет. Более того, если говорить о группировке Кириенко, которая контролировала выборы, да, они в значительной мере работа провалили, но, понимаете, как бы они не провалили, все равно власть у них. И они всегда могут дать хорошую интерпретацию. У них же не только власть над бюллетенями, да, или там над избирательной комиссией. У них власть над масс-медией. У нас даже еще такая ситуация, что у них власть над информацией, которой от них поступает президент. Поэтому я так догадываюсь, что Путину не очень нравится то, что получилось, но масштабы надобегающейся катастрофы, конечно, о нем рассказывать не будет. И поэтому я надеюсь, что у Кириенко все в жизни будет хорошо. Вот. Хорошо ли будет у нас, это другого вопроса. И, конечно, у нас будет не все. Ни Медведев, ни Шойгу, ни Лавров не приехали на встречу со своими сторонниками на подведение итогов выборов. Как вы думаете, почему, Борис Юрьевич? Ну, они уже забыли, что они избираются. Я думаю, они как-то заняты другими делами. Все же прекрасно понимают, что ни Шойгу, ни Лавров, ни Медведев не бросят свои дела, чтобы стать рядовыми депутатами в Государственной Думе. Единственное, если бы кто-то из них хотел бы сместить Володина. Но это не очень интересная перспектива. Я думаю, что они все стараются сидеть на своих местах. И это разумно. Они вцепились в кресло, просто называется, до всех сил. И боятся выпустить это кресло и группу. Потому что как только выпустишь, то же его и вытащат из-под себя. Поэтому я думаю, что все заняты своими делами. Но я еще раз говорю, они, конечно, не проиграли. Власть не проиграла эти выборы, это очевидно. Но представьте себе, что вы играете против оппонента, который играет без сверзя и вообще без тяжелых фигур. Которую вы сами только что у него забрали. А потом вдруг почему-то сыграли практически в ничьи. Ну да, поражения вроде бы нет. Техническая защита на ничья, она вообще-то катастрофа. Это позорище. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!